Более 20 лет российские власти пытаются выработать для России какую-то новую национальную идею. Совершенно понятно, что после развала системы социализма, после того, как коммунистическая и социалистическая идея была признана несостоятельной, понадобился какой-то суррогат, который смог бы чем-то эту идею заменить. Я помню, в глубокие ельцинские времена была создана специальная экспертная группа под руководством Георгия Сатарова, которых буквально в смысле слова как авиньонских пап во время их пленения, их заперли на какой-то подмосковной даче с заданием выработать какую-то концепцию, национальную идею, стратегию и так далее. Группа очень долго старалась, и нельзя сказать, что глупые люди там были совершенно не глупые. Тем не менее, ничего не получилось, и концепция так и не была явлена миру. На мой взгляд, это совершенно естественно, потому что у нас действительно идеологический вакуум. Его и не могло быть, потому что, когда разрушали социалистическую систему, власти провозгласили нарочито деполитизированную систему политическую в России, сказали, что в России нет идеологии, у нас Конституция зафиксирована, у нас нет господствующей идеологии, у нас вроде как все идеологии равны, кроме националистических, фашистских. На самом деле, это, конечно, большая иллюзия, потому что, безусловно, идеология у нас есть. Другое дело, что это в Конституции не в какой-нибудь записано. Это идеология рвачества, это идеология повышения прибыли, это идеология так называемого прагматизма, вот такая протестантская идеология, зарабатывай и выживай. Фактически, это господствующая идеология для России. Другое дело, что сказать об этом стыдно, поэтому не говорят. Придумывают всякие палеотивы, но пока что даже вот на уровне палеотива я пока ни одного достойного палеотива не видела. И вот этот творческий поиск идеологический, это достаточно бесполезное дело и напоминает, даже не буду с чем сравнивать, поскольку господствующая идеология России это капиталистическая, людоедская, в общем-то, либеральная идеология. Просто об этом говорить не очень удобно, это некрасиво и население не поймет. Очень сложно это как-то оформить с популистской точки зрения. Поэтому, скажем так, у нас и в символике неразбериха, поэтому у нас неразбериха и на уровне принятия государственных решений во многом очень многое зависит от субъективного фактора. Поэтому у нас голова государства может сегодня преклонять колени перед могилами советских воинов, а завтра преклонять колени, условно говоря, перед какими-то белыми генералами, которые положили жизнь на борьбу, так сказать, советской властью. Вот это реальность нашего дня, это чистый симптом шизофрении. Мне кажется, что не нужно ничего придумывать, а нужно менять систему власти, нужно менять людей во власти, нужно менять социально-экономический уклад, тогда творческий поиск, он будет простимулирован сам по себе. К чести наших левых нужно сказать, что марксистская идеология у нас не только не затухла, она развивается. Очень много, конечно, мы отстали вот за годы вот этого творческого застоя, мы отстали от Запада, потому что на Западе левая идеология развивается гораздо быстрее и гораздо более творчески, чем у нас. Но, тем не менее, у нас не все потеряно, по крайней мере, вот этот левый сегмент оппозиции, он именно своими теоретическими изысканиями силен. Существуют марксистские семинары, существуют школы разных левых, на которые полезно ходить студентам, вот поэтому не будем, да, не будем впадать в пессимизм, не все так плохо.